Привет, друзья! С вами Виктория. Сегодня готовим салат Цезарь. Салат Цезарь с курицей и сухариками. Получается такой салат очень вкусный, сочный, красочный, много витаминов. Уже в такое время года, как сейчас, когда уже хочется весенних салатиков, это отличное решение. Я такой салат часто готовлю на ужин. Соус приготовления этого салата играет основную роль, поэтому к приготовлению соуса подходите очень серьезно. На моем канале уже есть один рецепт салата Цезарь, рецепт немного другой. Если интересно, ссылку на этот рецепт я вам оставлю в описании под видео. Вначале займусь куриной грудкой. Куриную грудку солю, перчу. Если у вас куриная грудка толстая, вот у меня одна тоненькая, другая толстая, я ее разрезала напополам, иначе вы ее не прожарите. На разогретую сковороду наливаю растительное масло и выкладываю куриные грудки. Обжариваем примерно по 4-5 минут с каждой стороны. Обжариваем до золотистой корочки. Когда с одной стороны курица хорошо подрумянится, переворачиваем. Готовность куриные грудки можно проверить деревянной шпажкой. Вот если шпажка вставляется легко, значит курица уже прожарилась. Вот видите, она уже мягенькая у меня. Куриную грудку перекладываю на блюдо и даю остыть. Листья салата. Листья салата нужно обязательно помыть. Как я это делаю? Значит, салат нарываем вот на такие листики, хорошо промываем, обсушиваем. У меня вот такой качанчик. Я не знаю, как называется этот салат по-русски. Я люблю его покупать в Ашане. Вы можете использовать любые листья салата. Салат айсберг или салат румен. Я сегодня буду использовать вот такие. Также можно купить уже готовый микс салатов. Листья салата для цезаря нужно обязательно рвать руками, а не резать. Отрываю листики. Если что-то ненужное, например, вот здесь вот эта вот часть, она слишком толстая. Я ее убираю всегда. Я оставляю в основном вот такую, вот эту часть. Вот эта часть очень вкусная, она идет в салат. Вот эти листики тоже. И вот так потом их нужно нарвать. Не слишком мелко и не слишком крупно. Салат желательно собирать в глубокой тарелке. Ну, уже смотрите, как хотите. Сначала выкладываем листья салата. Листья салата нужно достаточное количество. Не совсем чуть-чуть, а так вот. Чтобы было прилично. Куриное филе я переложила на салфетку, чтобы стек лишний жир. И буду нарезать его соломкой. Сверху на листья салата выкладываю куриное филе. У нас это будет сегодня на легкий ужин. Вот если вы хотите себе приготовить легкий ужин, то приготовьте салат «Цезарь». Салат «Цезарь» его подают как блюдо, потому что салатик сытный и им очень хорошо наедают. Помидорчики черри нарезаем напополам. Если вдруг у вас нет помидорчиков черри, то возьмите обычные помидоры и нарежьте их на небольшие кусочки. После того, как вы их нарежете, удалите лишнюю жидкость, чтобы салат не плавал в соке помидора. Помидоры черри добавляю к салату. Для того, чтобы приготовить соус для салата «Цезарь», яйцо разделяем на желток и белок. Предварительно яйцо у меня пробыло в кипятке одну минуту и остыло. Для соуса понадобится только желток. В чашу блендера добавляю один желток. Можно это делать просто взбив все вилкой или венчиком. Я буду взбивать в блендере. К желтку выдавливаю один зубчик чеснока. Добавляю 3 столовые ложки растительного масла. Добавляйте то масло, которое вы любите. Одну столовую ложку бальзамического уксуса. Солю. Перчу. Добавляю одну большую ложечку горчицы и 3 столовые ложки сметаны. Классический соус для салата «Цезарь» добавляют сметану. Вместо сметаны можно добавить натуральный йогурт, либо дополнить растительным маслом. Еще добавляют пармезан, но я пармезан добавлять не буду по той причине, что я не очень люблю пармезан в соусах. И массу буду перебивать погружным блендером. Можно попробовать, если чего-то недостаточно, можно добавить. Делайте по вкусу. Салат «Цезарь» готов. Получается он очень вкусный. Сочное мясо куриных грудок в сочетании с томатами черри, листьями салата и вкусным соусом. Посыпаем сухариками салат «Цезарь» и поливаем соусом перед подачей. В ресторанах Европы соусом салат «Цезарь» поливают непосредственно перед его подачей. Поэтому я тоже вам советую придерживаться этого. Если вы польете соусом заранее, то получится не так вкусно. Ингредиенты размякнут в соусе, листики тоже. И будет и некрасивая подача, и не так уже вкусно. Также салат посыпают пармезаном, но у меня сегодня нет пармезана. И также мы часто этот салатик кушаем, делаем тосты с козьим сыром. Всем рекомендую приготовить такой салат хотя бы один раз и попробовать. Если этот рецепт и видео вам понравились, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok